Клементьев Евгений Иванович, старший научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук. Вот особенно плохо ребята относятся к чеченцам и к цыганам. Ну, к чеченцам можно понять. Чеченцам можно понять, потому что прежде всего это вызвано войной. Начало 90-х годов. Ведь отношение центральной власти было таково. Ну, что там маленький регион выступает против, да мы их быстро призмем. А это третья подчисленность национальности Российской Федерации. Это больше миллиона людей. Это люди, которые давно, много веков служили у турецкого, иранского султанов. Это воины, по сути, и крови. Понимаете? При наличии тейповых, родственных, плотных отношений. Теперь ведь последние годы, как пишут аналитики, возвращается кровная месть, которую советская власть упорно боролась, но не победила ее. Она теперь реставрируется, восстанавливается. И если житель Карелии убил чеченца, он знает, кто это сделал. И отсюда, понимаете, идет взаимное. Да и наши солдаты, судя по материалам сети этнического мониторинга, тоже ведут солдаты по-разному. Им ничего не стоит прийти на базар, взять все, что угодно. Знаю случай, когда проезд через посты, наши посты, въезда в Чечню, на каждом посту надо платить нашим солдатам, чтобы проехать в Чечню. Это ли не дикость? Они ведь все это знают. То есть мы относимся к ним. Тем более, судя по Кондопоге, там же день воздушно-десантных сил базар никогда не работал. Потому что там работают и чеченцы, и они знают, как люди к ним будут относиться. Тем более, есть погибшие из Кондопоги. И это ведь не так просто уходит. Это нужно длительное время. Ну, скажем, в Северной Ирландии две религии воюют между собой 400 лет. 400 лет. И это проблема не одного дня. Нужна очень кропотливая работа. А что касается цыган? Ну, я не знаю. Скажем, я всегда относился к цыганам очень хорошо. Потому что цыгане приезжали в мою деревню Ондезер. И всегда жили у дедушки моего. Я, конечно, не помню до военного времени, но послевоенные рассказы, да и цыгане после войны приезжали в деревню. По его рассказам у меня было очень хорошее отношение. И я, будучи студентом из ФАКа, два года жил рядом с цыганами. Рядом. Я после университета, после аспирантуры ездил к ним. Ну, нормальные люди. Поэтому у меня к ним-то нормальные отношения. Хотя цыгане разные бывают. Я это знаю не по рассказам и знаю по прессе и прочее. Но у меня отношение к ним иное, может, чем бытующее, более широко бытующее. Ну, а у молодежи-то почему к ним такое плохое предвзятое отношение, негативное? Ой, вопрос, мне кажется, сложный в том, в плане, что цыгане очень клановый народ. А это всегда не привечалось в нашей среде, где, как казалось бы, ну такое, открытые взаимоотношения. У них ведь тоже там, тоже в этом отношении можно проводить параллели между чеченцами и цыганами. Они клановы держат. Мы никто не знаем цыганского языка. Вот в деревне у нас жили цыганки, но не дай бог, чтобы дети учили карельских детей цыганскому языку. Цыгане резко пресекали. Вот они поддерживают эту клановость, это помогает им сохранить свою этническую идентичность. Иначе они, ну я не знаю, сознательно или несознательно, но не хотят раствориться в общей среде.